козырь номер десять это шоу бис поясняю почему такое понятие как шоу бис это изобретение 20 века да и вообще стоит употреблять его в контексте термина массовая культура который возник в сороковых годах прошлого века то есть публике все больше нравилось смотреть и участвовать в разных развлечениях и по этой причине артисты театра музыки и кино как и их менеджмент начали придумывать все более новые изощренные виды зрелищ и выступлений то есть массовая культура и шоу-бизнес как часть он и да все это стало зрелищем для всего народа и все это появилось только в двадцатом веке с появлением сперва звукозаписывающих устройств радио а затем кино и телевидение и содержательная форма массовой культуры она весьма широка если так посмотреть да то есть от примитивного китча какого-то до довольно сложных содержательно насыщенных форм а эстетическая функция она характеризуется постоянным баллась балансированием между таким примитивным тривиальным и оригинальным агрессивным и сентиментальным вульгарным и изощренным в общем все это отвечает потребности массовой аудитории в досуге развлечении игре и общении эмоциональной компенсации или разрядки да и никакой особой глубины тут искать не надо то есть развлечения для масс не более того то есть все что массово ежедневно производится вот в этом постоянном кругообороте да вот это вот культура повседневной жизни да вот это все и есть условно говоря шоу без массовая культура такая доступно предоставляемая аудитории средствами массовой коммуникации собственно шоу без шоу бизнес да как значительный сегмент массовой культуры он направлен на реализацию в массовой аудитории своих продуктов и получение от этого коммерческой выгоды конечно же причем здесь десятый козырь колесо фортуны почему шоу бизнес я сюда приплел потому что шоу бизнес по сути это продукт самой массы зрителя потребителя слушателя неважно владельцы средств массовой информации лишь изучают потребности масс и дают им то что они хотят правильно но конечным продуктом в большинстве своем становится совершенно конкретный персонаж или группа или не знаю называйте это проект который должен как сейчас говорят быть в топе чтобы банально приносить прибыль чаще всего это музыка кино телевидение но сама масса сам зритель на как потребитель в то же самое время воплощает в себе функции богини фортуны архетипически смотри принцип своенравной богини фортуны богини удачи судьбы и случая он подразумевает переменчивость ее настроения тот на которого она обратила свой взор сегодня и подняла соответственно его на вершину успеха завтра ее взором может лишь лишиться и полетит вниз собственно на подобном сценарии держится вся система шоу-бизнеса вся вот эта конструкция и он действительно в этом уникален то есть персоналей из этой сферы которым публика как фортуна улыбалась довольно долго их в принципе можно по пальцам рук и ног пересчитать не так много правильно в основном же это знаешь таки нерегулярные герои иногда даже случайные непостоянные в своем успехе эпизодичные то есть это такой принцип фортуны как спорадичность до постоянная какая-то сменяемость когда мы говорим шоу-бизнес мы как правило представляем вот эту бесконечную сменяемость лиц каких-то новых героев кумиров там неважно спорадичность моды да такая постоянно что-то меняется появляется новое публика требует нового старая их уже не устраивает то есть если артист предположим какой-то артист да он не умеет приспосабливаться постоянно меняться то фортуна то есть публика отворачивается от него и он летит вниз все он не в топе больше то есть сегодня ты наверху завтра ты ты внизу многое зависит от настроения публики новых веяний сегодня ты номер один завтра ты в числе последних и говорят что шоу-бизнес в этом смысле он самый жесткий на самом деле то есть принцип колеса фортуны заключается в том что какой бы яркой не была звезда слава ее рано или поздно будет как бы гаснуть да и на смену приходит другая звезда что касается самих знаменитости да то не все они вообще-то готовы к последствиям своей славы то есть на вершину олимпа попадают либо люди талантливые целеустремленные которые умеют нести большую ответственность и не боятся реализовывать внутренний потенциал либо те кого туда активно подталкивают и вот таких сожалению большинство кто-то из них любит внимание и обожание толпы а кто-то не умеет жить под прицелом поклонников однако наличие многочисленной публики фанатов здорово поднимает самооценку правильно чувство важности нужности такого удовлетворения то есть приятно быть желанным и обожаемым когда ты наверху то есть предметом обсуждения на первых полосах газет но звезда этот кумир которого вознесла публика наверх как фортуна они ему улыбнулись они его хотят видеть он должен поддерживать как бы созданный им имидж чтобы не разочаровывать своих поклонников своих фанатов да то есть должен оправдывать их ожидания не допускать ошибок иначе публика потеряет интерес и сбросит вниз конечно же с олимпа то есть от этих звезд кумиров как правило ждут всегда чего-то особенного каких-то постоянных побед гениальных мыслей правильных поступков в общем и таким образом публика фанаты они в этом смысле очень своенравны или даже жестоки сегодня они восхищаются тем кто в топе а завтра настроение меняется и они отворачиваются и уже ждут каких-то новых лиц новых проектов каких-то неважно и готовы улыбнуться им как сама богиня фортуны вознести на самую вершину славы а тот предыдущий уже забыт все как бы вылетел до из этой цепочки еще некоторые звезд артистов попадая в сферы шоу-бизнеса тупо не справлялись со славой и с этой системой и тоже летели вниз то есть там можно вспомнить был и алкоголь наркотики самоубийство мораль такова те кто в топе и желают там оставаться как можно дольше вот на этой вершине вот этого условного колеса как правило полностью зависит от настроения публики своих фанатов которые воплощают в себе все основные принцип богини фортуны вот настоящая глубокая академическое искусство скажем так серьезная не поверхностная не попса она работает и живет совершенно по другим принципам в отличие от вот этой массовой культуры которая является чистым изобретением 20 века и если конкретизировать вот этого шоу-бизнеса который однозначно воплощает в себе принципы колеса фортуны вот такой козырь номер 10 это и и и и и и